Всем привет! Я Богомол Вольга и это новый выпуск Дневника Малыша на канале Мавы Киа Раша. И в этом выпуске я расскажу вам наши последние с Мироном новости, а нам исполнилось 4 месяца и мы уже... У нас есть новые умелки, а еще расскажу про наш самый любимый и дорогой стульчик, с которым мы пользуемся с самого рождения. Поехали! И так, самая главная и первая новость, это у нас наконец-то проклюнулся один зуб! Точнее, он проклюнулся, его еще чуть-чуть видно, но слава Богу, он у нас появился, потому что это было невыносимо. Мы целый месяц жили в каком-то просто аду, не спали ни днем, ни ночью, вообще никак. Я просто мама зомби все это время была. Выход первого зуба у нас сопровождался и температурой, и невыносимым насморком. Просто целый месяц у ребенка был насморк. Вот здесь вот слизь стояла, никуда вообще выходить она не собиралась. Мы ходили по врачам, пытались спастись хоть как-то, потому что ночью он не спал вообще, ребенок. А если и спал, то только у меня на ручках. Я ходила целыми ночами туда-сюда по квартире, качала его, клала в кроватку. 10 минут ровно, у него опять нос весь забит, он опять просыпается. Я беру его на ручки, и он вроде бы как засыпает у меня на ручках. Но, конечно же, как только появился первый зуб, как только он наклюнулся, белую точечку стало видно, тут же все как рукой у нас сняло. Ура! Но у меня, если честно, со средним, вот со старшим такого не было, со средним была абсолютно идентичная история. Мы тогда, помню, еще звали его мистер Соплюшкин, потому что у него тоже всегда были сопельки к зубам. Как только у него появляется, забивается нос, это значит, скоро будут зубки. Но они были, ну, я не знаю, за неделю примерно, вот так, до выхода зуба. А тут мы целый месяц... А мы выжили. И вторая наша глобальная новость. Мирон начал переворачиваться. Собственно, как, ну, в 4 месяца малыши, они должны начинать это делать. И он, наконец-то, начал делать. Сначала он долго не мог, он вот так нервничал. Он начинает перекидывать ноги, у него ничего не получается. Он рычал аж у нас такой. Ему очень не нравилось, что у него не получается. Но однажды получилось, и все, процесс пошел. Теперь это вот не остановить. Вот только его положишь на спину, через 2 секунды он уже на животе лежит. Глаз да глаз. На диване теперь только к спинке кладем в разложенном диване, чтобы, не дай бог, он не упал ниоткуда. На комоде я теперь его тоже не могу вообще оставить. Не на секундочку, потому что я его кладу на комод переодеть. Он весь извивается, крутится, ему срочно надо переворачиваться. Одеваем, переодеваем подгузники. Это просто вот такая вот змея у меня везде на столе и так далее. Я еле-еле его ловлю, чтобы одеть ему подгузник. И точно так же мы кушаем. Я его кладу на спинку. Мы кормимся в основном на кровать. Я его кладу ночью, например. Я ему сую бутылочку, даю. И это просто опять начинается змея, которая вот так вся выкручивается. Ему надо срочно перевернуться. В общем, вот так вот теперь мы переворачиваемся. Переворачивается пока только еще со спины на животик. В одну сторону у него только получается, в другую пока нет. И также с живота на спинку он пока еще не соображает. Я ему начинаю показывать уже, что и в эту сторону можно, и по-другому можно. Надеюсь, мы скоро начнем во все стороны крутиться, вертеться. А так, что еще у нас новенького? Он очень живо на всех реагирует. Кто к нам, вот к нам врач, например, приходила, да, по поводу нашего насморка. Он улыбается всем. Врач у нас такая хорошая, она прям безумно рада. Она с ним так общается классно. Вот, очень, он такой позитивный какой-то. Он всех встречает, всем улыбается. Ему все стало очень интересно. Он сейчас очень активно все тянет в рот. Вот, ну, зуб-то режется, чешется. И у него вот началась вот эта история. Что бы в руку ему не попало, он хватает тут же в рот, сразу же все. Вот, но я вижу в этом огромный плюс. Он теперь может себя сам немножко подольше занять. То есть я, например, его кладу в стульчик на кухне, про который я вам буду дальше рассказывать, про этот стульчик. Кладу его в стульчик на кухне и могу и посуду помыть, успеть вообще без проблем. Если раньше это было, там занимало минут, ну, от силы пять он может полежать. Потом у нас кучело и все. Он начинает пищать, меня звать, и я иду. А теперь, ну, 15-20 минут мы лежим, занимаемся то кулаками, то игрушками. Я ему даю постоянно какие-то грызунки, еще что-то. В общем, человек занят своими делами, ему некогда. Точно так же я, например, сейчас очень классно глажу белье, что я раньше не могла сделать, только если Мирон спит, например, да. А сейчас без проблем. Я ставлю его в стульчике рядом с собой, рядом со своей гладильной доской, стою, глажу. Он вроде и на меня смотрит, я рядом, он не один. И он занимается своими делами, что-то грызет. Красота. Ну и так, в самом начале выпуска обещала вам рассказать про наш любимейший стульчик, про наш стоке Триптрап, который настоящий конструктор и трансформер, и можно его использовать от нуля до 99 лет. Почему я этот стульчик называю трансформером? Потому что он трансформируется бесконечное количество раз в то, что вам необходимо. Например, сейчас мы пользуемся вот такой вот люлечкой-шезлонгом. Пользуемся ей с рождения. Сначала у него есть два положения, возможно. Сначала мы пользовались положением горизонтальным абсолютно, то есть малышу еще сидеть особо нельзя. И он находится в положении лежа, очень удобно. Всегда при мне он находится, например, на кухне. Сейчас мы уже перешли вот на такое положение шезлонга, то есть он немножечко под наклоном, но нам уже 4 месяца. Сколько можно лежать-то? И это очень удобно, когда вы начнете прикорм. 5-6 месяцев очень удобно кормить будет. Малыш и не сидя, и не лежа, а так полулежа, и ему удобно. И это удобно тем, что когда ребенок сидит, прям сидит, как я сейчас сижу, и вы начинаете прикорм, это все вылетает, это все выплевывается, а когда он немножечко вот в таком положении находится, удобнее гораздо кормить, кормление гораздо чище происходит, потому что ничего не вываливается у ребенка изо рта. Очень удобно. Забыла вам еще рассказать, что здесь есть ремни безопасности, которым я всегда пристегиваю Мирона. Во-первых, стульчик достаточно, вы видите, высоко, он не на полу. Не дай бог, малыш повернется, упадет, падает достаточно высоко, поэтому пристегивать абсолютно нужно всегда. Ремни здесь очень надежные, никуда малыш не денется, но пристегивать обязательно надо. Тем более сейчас, как я уже сказала, Мирон начал переворачиваться, он начал выгибаться, начал еще какие-то делать движения. Обязательно пристегиваю. Рассказываю дальше, почему этот стульчик я называю конструктор. Когда ваш малыш подрастет и начнет уверенно сидеть, люлечка вам это уже будет маловато, и вы можете докупить себе отдельную сидушку. То есть весь каркас стула остается такой, как он есть, но вы докупаете, есть такая у стоки пластиковая сидушечка, которую вы также, как вот, например, шезлонку у меня, прикрепляете вот сюда вот к спинке стула, и малыш просто садится и сидит. И получается стульчик такой сидячий, который удерживает малыша, он никуда не денется. Там такая сидушечка, знаете, как качельки в городках есть, вставляете туда ножки, и вот он сидит вот в этой вот. И этой сидушкой очень удобно пользоваться, когда вы сами малыша кормите. Но когда малыш уже начнет есть самостоятельно, вы докупаете сюда столешницу, и приставляете столешницу к этому же каркасу стула. Представляете? То есть один стул, и просто огромное количество всяких насадок, которые вы докупаете отдельно, по мере того, как растет ваш ребенок. А потом, когда он уже уверенно будет себя вести, и когда вы поймете, что он уверенно сидит на стуле, вы убираете эту сидушку, и ребенок остается сидеть просто как на обычном взрослом стуле. Причем, что здесь самое удобное для маленьких детей, которые только начинают сидеть на стуле, здесь очень удобная система с подножкой. Вот смотрите, я специально сняла шезлонг, чтобы вам показать, как выглядит просто стульчик. И когда ребенок вырастает, когда он начинает сидеть на обычном стульчике, без всяких поддержек и так далее, как взрослый человек, здесь очень удобная система для ног. То есть здесь вот такие вот сидушки, и вот здесь вот такие, вы видите, выемки. Их можно ставить и регулировать так, как вам удобно. То есть подножки, например, вот эту штуку поставить пониже, эту повыше. И этот стул постоянно адаптируется под рост вашего ребенка. Это очень круто. Он настолько крепкий, настолько качественный, что на самом деле он прослужит вам долгие-долгие годы. Ну что, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Жду от вас лайки, комментарии и подписывайтесь на канал Мавкия Раша. Увидимся!